шалом перед тем как я налью в стакан вот этот оставшийся глоток пока я еще понимаю что я говорю хочу поделиться с вами мысль зачем человек пьет хоть и возьмем еврейские праздники нет ни одного праздника ни одного шаббата где человек не делает кедуш на вино многие делают кедуш на виски на водку короче говоря мы видим что есть некая потребность быть связанным с алкоголем есть люди которые вообще не пьют но но те которые пьют причем пытаются каким-то образом объяснить или оправдать потом свое поведение после алкоголя они говорят ну это ж праздник или там это шаббат дамы и господа есть мысль есть разум когда человек делает лыхаем то есть пьет алкоголь очень часто он выходит из рамок логики из рамок нормального поведения и тут уже как говорится что бог даст или он будет буянить либо потянет на какие-то подвиги или просто заснет и здесь я прочитал интересную идею которую выдвигает раввин один штальзенс великий раввин в книге сути еврейских праздников он говорит что так же как в еврейском законе намерение мыслей играет очень важную роль во время исполнения заповеди когда человек имел ввиду вот сделать так это очень сильный аргумент когда он это делает очень часто спрашивают ты что намеревался что ты имел ввиду то же самое с алкоголем перед тем как ты пьешь нужно настроиться во всяком случае постараться во первых нужно пить только когда есть какая-то митва свадьба бар митва шаббат и вот впереди праздник который называется пуль важнейший продукт который есть это алкоголь более того написано что ты должен напиться так чтобы не отличить амана от мордыхая короче почитайте очень интересные вещи вот я задаю вопрос пока еще не этот глоток я не вылил задаю себе вопрос как настроиться чтобы этот алкоголь направил наши неадекватные действия хорошее русло вот пользуясь советом раввина штайнзальца я говорю себе я сейчас выйду за рамки рассудка я освобожусь от ограничений которые раньше меня просто сковывали я простой еврей хочу служить богу мне очень многие вещи сжимают и я не могу не имею возможности но вот сейчас попадая на пурим где есть святость где тора требует от нас тора подняться над логика ведь обратите внимание победа евреев над врагами она была выше логики шансов не было и вдруг раз и все перевернулось то же самое у нас глубине души есть секрет он таится он хороший секрет хороший сюрприз пишет царь соломон зашло вино вышел секрет вино по гематрии 70 ю дью дну секрет по гематрии тоже 70 самых во вдали то есть мы видим напрямую что вот это связано с неким секретом хорошим секретом позитивным это я себя настраиваю и вот я хочу в пурим почувствовать что весь этот мир принадлежит всевышнему и нет каких-то ограничений каких-то рамок открыть вещи до которых я не в силах добраться в определенные дни в будние дни вот когда я настроюсь я уверен на сто процентов что всевышний мне поможет и я сделал этот глоток будучи уверенным в пурим что я выполняю заповедь турим самаях уважаемые наши зрители